Христос Воскресе! Воскресе Воскресе! Кристуш Фельдамот! Воскресе Воскресе! Кристе Ахстга! Дорогие отцы, братья и сестры, мы празднуем сегодня перенесение мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, из Мир Ликийских, где эти мощи хранились на протяжении нескольких веков, в город Бари, где они хранятся сейчас. Этот праздник является свидетельством того, что Божий промысл действует неисповедимыми для человека путями. Казалось бы, хранилось на Ближнем Востоке, в том самом городе, где святитель Николай нес свое служение, великая святыня, его честные мощи. Со всего христианского мира люди туда съезжались для того, чтобы им поклониться. Потом приехали откуда-то из далекой земли люди, похитили эти святые мощи обманным путем, погрузили их на корабль, перевезли через море и поместили в городе Бари. В греческой церкви это событие вовсе не воспринимается как праздник, потому что, по сути, это было похищение святых мощей. Но мы знаем, какие события происходили на Ближнем Востоке, на территории нынешней Турции, бывшей Византии, в течение первой половины второго тысячелетия. И мы знаем, что очень многие святыни и очень многие святые мощи были безвозвратно утрачены из-за нашествий иноплеменников, междоусобной брани и других причин. И, наверное, если бы мощи святителя Николая до сих пор хранились в мирах Ликийских, то это было бы особое чудо Божие. Потому что, наверняка, если бы они там остались, они все-таки были бы похищены, разграблены, и мы никогда бы не узнали, где они находятся. А сейчас мы имеем возможность посещать город Бари, молиться святителю Николаю перед его святыми мощами. А для Русской Православной Церкви особым благословением было событие, которое произошло несколько лет назад, когда часть мощей святителя была доставлена в Москву и в Санкт-Петербург, и более двух миллионов человек смогли поклониться этой великой святыне. Мы прославляем святителя и чудотворца Николая как правило веры и образ кротости. Мы взираем на него как на человека, который в течение всей своей жизни заботился о том, чтобы правда Божия была явлена в его делах, который заботился о справедливости, который заботился о людях и неоднократно приходил к ним на помощь, о чем мы читаем в его житии. Но Богу было угодно прославить этого святителя в особенности после его кончины. Прошло много веков, а его слава не увядает. Прошло много веков, а чудеса продолжают совершаться не только у его мощей, но и у многих его чудотворных икон. Чудеса продолжают совершаться по молитвам нашим к святителю Николая. Я думаю, что многие из нас на собственном опыте узнали, что святитель Николай – это святой, которому дана особая благодать. Слышать молитвы людей и откликаться на них. Конечно, все святые слышат наши молитвы, все святые откликаются на них, но и среди святых есть своя иерархия, и среди святых есть те, которые быстрее приходят на помощь, а кто-то из них, может быть, не так быстро приходит на помощь. Так вот, святитель Николай, он тем и знаменит, тем и славен во всем христианском мире и даже за пределами христианского мира, что он очень быстро приходит на помощь, он очень быстро откликается на наши молитвы. И мы молимся Ему не только о вещах духовных, но и о том, что касается нашего материального благосостояния, нашего быта. И даже в этих, казалось бы, незначительных и скромных наших просьбах к Нему мы получаем от Него помощь. И поэтому всякий раз, когда приходит праздник святителя Николая, а мы празднуем его память дважды в год, один раз в декабре, другой раз в мае, мы вспоминаем этого святителя с благодарностью за все те благодеяния, которые он совершил и продолжает совершать по отношению к нам, к нашим близким, к нашим Отечествам и ко всем людям, которые обращаются к Нему в молитве. И мы просим Его о том, чтобы Он и дальше покрывал нас своим небесным предстательством, чтобы Он откликался на наши молитвы и на наши просьбы, и чтобы Он помогал нам на нашем жизненном пути. Пусть молитва святителя и чудотворца Николая сопровождает каждого из нас на нашем пути к Царствию Небесному. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!